Давайте. Это переигровка матча, в котором был вылет. Но, кто такой Непруха, кто такой Сержик, я вам рассказывать не буду. Единственное, что можно сказать... Типа... Стоп, это крыса... Да, это крыса с тремя ниглами. То есть, на секундочку. Сила! Раз, два, три, четыре, пять, шесть агил. Играют против одной силы и одной агилы. Ну, такое как бы. Непруха, кстати, с такой командой в прошлом сезоне не смог выйти в вышку. Если что. Я ни на что не намекаю. Просто говорю, что вот... В прошлом сезоне Непруха занял какое-то там... Не помню, пятое место или что-то типа того. Так что... Не все в этой жизни определяет количество агил. Вот так вот. Сейчас я вам скажу, какое место занял Непруха. Четвертое. Но у Непрухи была очень плотная группа. То есть... С большим... С большим отрывом там вышли Вестилс и Рейн. Вышла Индика с... Дропа. И Непруха был четвертый. Ну, вот так вот. Мне кажется, что просто команда Непрухи, она... Излишне дорога. Мне кажется, эффективность и... Она не настолько эффективна, как хотелось бы при таком наборе. Ну, черт его знает. С другой стороны, когда у тебя, как бы, по сути, пачк пятой агилы и еще одна шестая агила, в принципе, для тебя труднодоступных мест нет и реализация мага становится простой. Единственное, что не хватает Непрухи, это Клавсы одной в команде. И Ван Тернера. Ван Тернера, да. Но в целом Тима, конечно, полная блевотина. Противопоставить что-то такой команде очень тяжело. Пошла реализация МБ Такла. Но в этом сезоне, я думаю, что Непруха выйдет. Это, конечно, не точная информация. Но, на мой взгляд, у Непрухи попалась довольно простая группа. Я бы сказал бы, как сказать-то. Единственное, что в этой группе может быть страшно для Непрухи, на мой взгляд, что слабенькие дворфы, без обид, Фоноры и Стокер слабенькие, они могут эту команду очень сильно поделить на ноль. И тогда выход в вышку будет уже не таким приятным. Но, с другой стороны, просто... У тебя там Индейец, который очень слабенький. Вашберн, которому переломали команду в щи. Демиург. Ну, Демиург поборется за выход, но не более. Дарки, Дафокс Кэт, Собак, Рин, Стокер, Сержик и Фоноры. То есть, ну, по факту Непруха попал в самую слабую группу, на мой взгляд. С таким, с большим отрывом в самую слабую группу. Любая другая группа сейчас смотрится, ну, там, на голову или две выше. Единственная группа, которая смотрится, ну, плюс-минус тоже уныленькая, это, наверное, Виверны, но даже там хватает приличных игроков. Не, ну все равно нет, ладно. Гарифоны самые слабые, без вопросов. То есть, если Непруха не выйдет из Грифонов, это будет, ну, такой, типа, мини-сенсации. Ну, не выйдет из Грифонов с такой командой, я уточню. Другой вопрос, что такая команда Крыс может отвалиться в любой момент. Я вам после этого матча расскажу еще одну маленькую удивительную деталь про группу Грифонов. Прямо действительно удивительную деталь. Да, в общем, я там к чему все вел? Надо как-нибудь уломать Ситара, а начать стримить опять ладдер. Хоть понемножку, там, знаете, типа, я не знаю, там, ну, там, шесть игр в неделю. То есть, шесть игр в неделю, это шесть часов. То есть, допустим, два стрима по три. Ну, вот так вот. На то Ситар что-то совсем разленился. Ну, это самая аккуратная и понятная игра. Одно неприятно, что седьмой арморчик, может быть, получит в РЛМБ. Это неприятно. Ну, так, плюс-минус против магов стали ХАИ. Хотя, опять же, с командой Непрухи реализовать магов всегда легко. Привет, Менг. Смотрели мы твою игру с Тимоном. Что-то у тебя прямо выпал крайне убивательный сезон, по ощущениям. Да и на чужечь не заходит. Это очень спорный вопрос. На мой взгляд, на Бладбол у Ситара ходят вполне нормально народа. Я не уверен, что на Бладбол ходят сильно меньше, чем на тот же Эодор, например. Я не имею статистики на руках, но надо смотреть. Ну, я так и думал, Менг, что ты пошел в средние, чтобы тереть себе сосочки при каждом убийстве хорошего игрока в средних. Чтобы расслабиться сезончик на 2К-самовозке гномов. С учетом того, что тебе еще подкид... Скажем так, вся Клавса практически уехала в вышку. И поэтому сейчас на гномах играть в среднем особенно приятно. Не, ну на Братья входит больше, это понятно. Но насчет Эодора я не уверен. Ну, не все, опять же, это зависит от того, сколько ты это стримишь и так далее и тому подобное. Я, например, знаю, что у меня на танке будет ходить больше, чем на ББ, но я же не стримлю танки. Пока. Я вот на выходные пропаду. Ну, один день мне придется пропасть, потому что я поеду... Там, завезу подарок своей двоюродной сестре на день рождения. Она живет не близко. Но я вот буду на выходных делать мозговые штормы по поводу стрима. Вот так вот. Ну, не знаю, я пробовал поиграть, вот там, Айчурсен в свое время предложил поиграть 7 на 7 танчики, которые в World of Tanks Blitz. Ну, не знаю, они типа на компе какие-то такие уныленькие мне все показались. Просто тяжело найти игру, которая рыночно не переполнена. И которая при этом была бы мне интересна, и в которой был бы какой-то челлендж, если можно так выразиться. Ну, что, будем поошить ядрила? Будем. Ну, надо поразмышлять, а у меня пока никаких сильно интересных идей в голове нет. Ну, а выпустили некроидский пак для Стеллариса, кстати говоря. Посмотрел еще хэллоуинскую распродажу в Стиме. Там что-то вообще ничего интересного. Я вот сейчас полистываю так. И что-то как-то ничего такого нет. Ну, я потом, конечно, для коллекции поднабрал бы пару игр. Но вот прям, чтобы сесть играть, ну, хз. Вообще в танках нету плей-ту-вина. Ты, видимо, никогда не играл в танки. Ну, это вообще разумно, Аурус? Это же некроиды, чё ты хотел-то? В танках проблема в другом. Что как только там подох киберспорт, мне лично стало нечем там заниматься. Да, это хороший аговорк, Спейдер. Ну, я совершенно точно, как человек, который сыграл, типа, тысяч сорок боев, могу сказать, что все в танках можно сделать задротством. Абсолютно все. Я, покупая один премиум аккаунт, в общем-то, сидел с космическим винрейтом и так далее, и тому подобное. А на той же Европе там сидел, типа, в топах, пока был активен. Так что, это вопрос прямых рук и всего остального. Совершенно, совершенно железно могу это сказать. Я имею в виду World of Tanks, если что. World of Tanks игра про бесконечное задротство. Все. Ну, и про то, что у тебя прямые руки или непрямые руки. Поверь, я... Я совершенно точно могу сказать, что я в этом говне разбираюсь. Может быть, за последние три года что-то глобально изменилось, но я сомневаюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. А почему нет цены на... А! Не понял. В Devil May Cry можно поиграть бесплатно? Извините. А, ну это, видимо, какая-то временная акция. Я так чувствую. Да не, некроидов давно анонсировали. Неприятная крыса. Рерол. Я вчера, кстати, открыл стрим, где был Творына и Тари Ларри Ран. И они там... Как это правильнее сказать-то? И там Творына учил Тари играть в героев третьих. Ну, в этом формате, который все играют. И вот, честно скажу, я вообще не понимаю, в чем прикол. То есть, я вот смотрел стримы Амилу, я смотрел стримы Творыны, я смотрел стримы Пупка, я посмотрел этот... Ну, снаряды за донат были лет 10 назад в Фуллбивер. Давно. Так вот, я посмотрел кучу стримов по Героям 3, и что-то вот я, честно, так и не понял, в чем прикол. То есть, это как-то, ну, вот... Вот как-то мною вообще не воспринимается. Ну, то есть, я не считаю это интересной игрой, честно. Не в обиду никому сказано, но я что-то как-то... Вот это как соревновательное мне не показалось чем-то интересным. Да, вот я согласен. РТА смотрится прикольно, а Герои 3 смотрится уныло, на мой взгляд. Мне очень нравится эстетика третьих героев, но я вот Ситар идеально описал шахматы против монстров. Я хз. Вот РТА намного более зрелищный, крутой формат, намного прикольнее забалансенный, и там прямо вот прямое ПВП. То есть, там и есть интересный момент, где ты собираешься к бою, и интересный момент, где ты махаешься, и вообще заебись. То есть, не знаю, на мой взгляд, как бы ничего лучше РТА пока не придумали. Имх, конечно. Не, я говорю, Герои 5, Random Tactical Arena, Random Tactical Arena, это такой мод для героев. Суть такая. Вот вы начинаете махаться друг с другом. У каждого есть своя зонка. Сначала вы баните друг другу расы, потом баните пайки героев. И после этого у вас есть какая-то сумма денег, какие-то существа, которых вы можете купить в таверне, какие-то артефакты, и вам дают, по-моему, 15 левелов. И вы пытаетесь родить себе нужную прокачку, чтобы в прямой драке отпиздить оппоненты. И это офигенно круто, офигенно интересно. И если бы, например, ребята, которые делают героев, сделали бы это отдельной игрой, это было бы супер популярно, я думаю. Я, кстати, даже, по-моему, с Пивасом играл РТА на стриме, если мне не изменяет память. Пивас, кстати же, РТА стримил в свое время. Это как автобатлер, только не автобатлер, намного интереснее, думать надо, и очень красиво, интересно, круто, и так далее. Не, серьезно, РТА-арена, ее трудно описать, но Творена пришел из РТА, если кто не знает. То есть Творена в свое время начинал с Random Tactical Arena. Ну, я все это помню, я все это смотрел, играл, и так далее, и тому подобное. Тари, да, популяризовал РТА именно Тари. Это правда. Я обожал стримы Тари по Random Tactical Arena. А, просто офигенная. Непруха жадничает по треке фрирол. Видимо, давно даблы не кидал. Ну, я, честно говоря, не знаю, как такое Helllight, но, в общем, РТА-это прикольно. Оно просто зрелищнее, герой. Как, может быть, герои, конечно, интереснее играть, хотя я в этом сильно сомневаюсь, я имею в виду трешку. Но, чисто зрительски, РТА десять раз сует за щеку. Вообще, без вопросов. Сейчас РТА, по-моему, Classic стримит на... Если мне не изменяет память. Хорошая жара. Ну, я говорю, да, что-то РТА так вот, как бы... Не знаю, ёп, как-нибудь обновить, сделать отдельную игру чисто под РТА. с новым графоном и с нормальной автоматикой. Было бы заебись. Потому что то, что сейчас происходит с серией героев, это стыд какой-то. Ну да, умирает, как и ББ, это понятно. Ну, я видел пару стримов классика, да. Привет, Данли. Ну, я говорю, просто игра очень старенькая и... Тот же порог некий вхождение и нет какой-то супер популяризации, как и... Как и у Бладбоула, в общем говоря. Ну, рандом тактика Ларена Фотос. Это такой супер крутой мод для пятых героев. Я бы сказал, вершина героев вообще за все время. Ну, вот так вот. Ну, серия не совсем мертва. Сейчас же ходят слухи о том, что... Во-первых, создатель третьих героев сейчас клепает своих третьих героев, новых. Только от новой студии с другим названием. Это раз. Потом, говорят, по франшизе героев должна выйти какая-то номерная часть в ближайшие два года, по-моему. Ну, и не считая того, что еще есть, по-моему, какая-то онлайн-игра по героям полное говно. Но это сейчас это нишевая тема. Когда-то это была очень крутая игра, и, на мой взгляд, она сейчас смотрится лучше и веселее, чем Герои 3. Я не понимаю, почему Герои 3 так популярны, но что поделать. РТ намного круче Героев 3. Вообще без вопросов. Что-то Сержик такими темпами сольет, я так чувствую. Ну, вот я говорю, Квасец, в чем это прикол, как бы, не знаю, насчет игры трудно сказать, но смотреть это просто невозможно. Ну, на мой взгляд, 5-я часть это последняя часть, которая была хорошей. Все потом это полный... Ну, понятно ли, Гатора. Ну, 5-я Герои лучше, чем 3-я, наверное. Ну, не то, что лучше. Это сложный вопрос. Они немножко другие, но просто 5-я Герои действительно очень хорошая игра. Удивительно хорошая игра. Просто обидно, что после 5-х Героев они реально подохли. Я прям удивляюсь, насколько они подохли. Ну, сейчас стало интересно. Я, помню, покупал 6-ю часть. Она у меня даже в Стиме есть. Такая псанина, конечно, оказалась. Вообще просто. Потом еще выходила 7-я часть, но оно там уже вообще просто. Обидно. Вот за серию Героев очень обидно. притом 5-ю часть же, по-моему, делали наши из Невала, если мне не изменяет память. В общем, конечно, как-то прям тоска. Тип-тип-тип-того ситар. В общем, на мой взгляд, это вообще как бы была большая победа российского геймдева, а кончилась как кончилась. Грустно. При том, геймоса. Единственное, в чем, на мой взгляд, просто Герои 3 хороши, это действительно крайне стильная игра, которая умудряется выглядеть хорошо даже сейчас, несмотря на 2D и все остальное. Ну, окей. В общем, конечно, обидно. не дождемся мы того, что что-то хорошее будет с героями, я так чувствую. Я в первых героев не играл, я играл вторых, третьих, четвертых и пятых. Вторые, кстати, тоже ничего, но третьи мне тогда нравились больше. А вот четверка мне вообще не понравилась. крысы побеждают мерзких эльфов, ну, пока не побеждают, но крысы довольно хорошо контролируют поле. да чё только не слили. Там куда не тыкай, типа я не знаю, вот там Command & Conquer во что превратилась это вообще отдельный разговор. Ну, вот так вот. Диабло на мой взгляд, ну ладно, еще не слилась, но потихоньку к этому идет. Обидно, обидно. Не получилось у Сержика выбить мяч. Повод для раздумья, что стримить, гренадер. Я в свое время влюбился в Command & Conquer Generals. Был день рождения одного очень хорошего товарища, он снял клуб компьютерный, и я там впервые попробовал генералов, и я такой типа какой же кайф вообще. Ну, понимаешь, Данли, я думаю, что как раз-таки если бы ребята, у которых, ну, видимо, это и Ubisoft, видимо, у них сейчас права, как бы, я не думаю, что какая-то гигантская проблема на волне популярности автобатлеров и всего подобного возьми, короче, например, стилистику третьих героев, возьми баланс героев и систему из РТА и склепай вместе это в игру и продавай одновременно ностальгию, крутую боевую систему и формат, который жрать будут все. Ну, да, это потребовало каких-то вложений и времени, это понятно. А Ubisoft занимается тем, что паразитирует на одном движке на одной идее. Это понятно. Отвратительные колокола у Сержика с такими колоколами будет трудно. Да, я понимаю, Данли, я знаю. Это и грустно. А я как дурачок купил ремастер третьего третьих героев в свое время, а оказалось, что ремастер, который сделан фанатами был лучше. Ну, вот это, конечно, было обидно. Ну, что, сейчас будет маг. И, на мой взгляд, Непруха довольно несложно реализует этого мага. Ну, Ubisoft как закрыл, так и может открыть, Гренадер. Ничто не мешает. Просто сейчас выгоднее доить другие франшизы. Хотя, вот, они же сейчас там, я не знаю, уже вышел, не вышел этот Prince Persia ремастер. Вот так вот. А я еще слышу, сплинтер, слушайте, а сплинтер цел, что-то вообще слышно по нему? сплинтер цел, то еще вообще хоть что-то по нему есть. Хорошая была серия. Ну, рефоржит варик, это вообще отдельный разговор, вот так вот. Ну, я как-то мне Kings Bounty не особо зашло, но я ее играл уже в таком довольно сильным опозданием, я бы сказал бы. Ой, как прет Сержику. Второй скаттер подряд с вероятностью в одну восьмую с ловлей мяча. Что случилось с рефоржем варика? Ну, Ситар, это была ультра-мега-невероятная халтура. Забагованная, неудобная, за очень немаленькие деньги и так далее, и тому подобное. Его в радугу добавили. Да, понятно. Нет, ну, вообще-то Мастер оф Орион купили варгейминге, если кто не знал. Кек Ну, как откачали? Я не знаю, насколько откачали рефорж. Но, что-то как-то я слышал историю, что в Китае что-то играли турнир, когда вот рефорж вышел. и там получилось, что что-то одну игру пришлось три раза перезапускать, китайцы сгорели в полную хламину, и под их давлением Близзам пришлось что-то делать. Ну, я хз, конечно. Мне кажется, тут не просто откачивать надо было, я не знаю, что делать. На мой, на мой взгляд, как бы рефорж это такой удар был по репутации, и такой удар по по комьюнити, вообще по всему, это, конечно, ну, Близзам как бы не привыкать все это делать. Ну, молодцы, короче, аллигаторы, молодцы. Притом, что они, то есть, ладно бы они сделали вонючий рефорж, они же сразу после этого убрали варик-3 из магазина и сказали, ну, вот вам кастрированный рефорж, те, у кого был варик, сосите жопу. Типа, более, простите, уебанского решения, по-моему, придумать было нельзя. Но у меня пока нет каких-то глобальных идей гренадер. Никто пока ничего не предлагает в чате интересного. Не убрали бы они варик, люди отнеслись бы к этому, ну, поспокойнее. А когда они убрали варик из лоунчера, это выглядело, типа, как издевка. Я понимаю, рефорж был бы абсолютно полностью вылизан. Понимаю, рефорж был бы сделан идеально. И тогда никто бы, думаю, особо не вонял бы. А тут тебе дают халтуру, отнимают нормальную игру, у которой уже там все давно заточено, и армелку никто смотреть не будет, гусь. Это я тебе точно говорю. Слышал фото, ее давно сгноили, к сожалению. Хорошая была игра. Я имею ввиду, что когда я стримил армелу, вот когда я стримлю Гиншин, меня смотрит человек 20. Вот армела смотрит человек 15. Чисто по моему опыту. да мне тотал варваха как-то не очень. Когда это было, ну когда армела вышло, меня тогда уговорил поиграть в него на когда тянку уговорило поиграть в армела, я уже не помню кто, по-моему, половина собаки. Я тогда играл с половиной собаки, с Дэвид Джонсом и еще там с кем-то, давно, короче. Потом я ее еще раз запускал наверное спустя пару лет, но что-то тоже никто не смотрел и я такой ну ладно. я просто как сказать-то по логике вещей, по логике вещей, надо переходить на какие-нибудь сингл игры. А я люблю вот мне нравятся всякие задротские игры типа с мультиплеером, потому что в какой-то момент ты более-менее надрачиваешь автоматизм и при этом ты можешь как это правильнее сказать-то болтать безумолку и играть в игру. это очень удобно. Не знаю, мне дота неинтересно уже я в доту не заходил 4 года. Не, ну типа блин, Total War Warhammer, не знаю, там есть мультиплеер? Вряд ли. А как игра в соло, ты ее один раз прошел, ты считаешь, что ты ее прошел уже почти все разы за редким исключением. Ну это про первую, я не знаю, может вторая как-то изменилась? Ну вот. Есть мультиплеер. Почему я не видел ни одного стрима по мультиплееру Total War вахе? Да я не люблю доту. Ну я говорю, Red Archer, скажем так, когда я играл в Total War ваху, мне показалось, что там супер мега невероятно всратый и унылый эндгейм. То есть я когда домучил эндгейм своей первой законченной кампании в Total War вахе, она меня настолько высосала, что у меня вообще не возникло желания больше прикасаться к этой игре. Я бы так. Я видел Deep Rob Galactic, но это какая-то очень специфическая игра, я имею ввиду, что как сказать помягче ты. там надо с друзьями играть, у меня нет друзей. Плюс-минус. с друзьями, с друзьями, у меня с друзьями, с друзьями, Продолжение следует...